Всем здорова народ! Добро пожаловать на новую серию по спаржи. В прошлой серии мы остались на том, что начали подготовку центрального туннеля к его продаже и подготовке места под новый туннель. В этой серии постараюсь вам показать работку центрального туннеля, а именно его поднятие выше уровнем сидений, установку гранта подстаканников и в отношении с аламаровским подлокотником. Добро пожаловать на новую серию по спаржи. Десяток, как видите я его срастил полностью, ну как не я, но мне помогли срастить его с верхней накладкой туннеля. Сделано это для того, чтобы сам туннель в общих чертах поднялся выше уровнем, соответственно тем самым немножко разделить пространство водителя и пассажира. Также это удобно очень для меня, потому что я буду сейчас ставить вот такие вот кнопки, это кнопки стеклоподъемников старого образца, вот имеют такие стрелочки. Они еще у меня до сих пор находятся в машине с момента ее выпуска, то есть этим кнопкам на сегодняшний день уже 22 года. То есть машина у меня 2001 года, ставить я буду их вот в это место, но здесь у меня будут находиться кнопки пневмы, потому что стеклоподъемники у меня находятся в двери. Сегодня также забрал интересную вещь, как кнопка электроручника, то есть доработанная, пересвеченная, перекрашенная, светится она белым, будет стоять возможно вот здесь, либо как-то здесь. Ну уже посмотрим, потому что раз ручник мне не нужен будет и будут стоять гранатоподстаканники, которые тоже будут приподняты чуть выше, соответственно это остается место у меня самым низким. Оно будет подниматься и сюда может быть я поставлю подогрев сидений, либо вообще ничего не будет, либо будет полочка под телефон с беспроводной зарядкой. И сюда я думаю идеально как раз встанет электроручник, то есть его никто случайно кроме меня не нажмет. Также с моего прошлого туннеля я снял вот такую железку, это под задний прикуриватель. И вот сейчас эту железку заменю на свою. Прошлый прикуриватель я отдал с туннелем, не знаю, просто решил сделать так и купить себе новый прикуриватель, хотя можно было снять старый, ну тогда и собственно цена бы за тот туннель, который я продал, была бы неадекватная. По нижней части, как я и говорил, вот эти места воздуховоды в задние ноги, они полностью заделаны. Еще в будущем у меня сейчас уже на балконе лежит заготовлена труба, а сюда на 3D принтере сделаю переходник, вставлю в него в трубу и пущу вот по этому каналу, здесь еще тоже где-то что-то подрежу. И вот сюда вверх у меня будут выходить обдув для задних пассажиров. Приехал я в гараж к мастеру, сейчас будем ремонтировать коробку, менять сцепление, менять маховик и ставить длинную пятую передачу. Ну и соответственно отремонтируем первую, вторую и заднюю передачу. И заодно еще хочу попробовать поменять подушечку, поставить посвежее. Ну что, процесс пошел, уже слили масло, сняли защиту. Да, все здесь конечно засрано, поддон у меня весь моросит, как и коробка, он видимо по коробке стекает. Надо бы наверное будет в ближайшее время заняться поддоном, а именно убрать течь, заменить прокладку, тем более она у меня есть. Ну и как бы я хотел вставить уже противоотливной поддон. Да, скоро все это будет готовиться под установку кондиционера. Продолжение следует... Настал один из теплых деньков, на улице почти 20 градусов. Решил я заняться машиной, пока есть на это время, потому что в субботу уже будут мероприятия, открытие сезона дрэк-рейсинга. И там будет небольшая выставка, в которой я хочу поучаствовать. Значит, в планах на сегодня у меня поменять провода на рупара, особенно на тот, потому что тот перестал работать. Поменять провода, идущие назад на тот динамик. Да, я менял, но менял где-то под ногами, я остановился. И там есть старый... в общем, есть кусок старого провода, который, скорее всего, внутри порванный. Внешне это не видно, но внутри он порван, поэтому он не работает. И дальше самое главное, поменять трубку на переднюю левую стойку полностью от багажника, пустить ее до стойки. Надо будет домкать машину, снимать колесо. Также разбирать весь вот этот пластик. Все равно его разбирать, потому что тоже попутно поменять провода. Езжу я с пробитой трубкой, которая спускает там где-то сзади. Уже... ну сколько? Много. Еще когда на Grounded поехал, она у меня уже начала спускать. Подкину туннель сюда, надо будет посмотреть расстояние до подлокотника. Вот здесь подлокотник, соответственно. И уже надо будет его забрать домой и как-то его приделывать к самому туннелю центральному. Также, да, сейчас тут померю, посмотрим, что в итоге из него выходит. В общем, димина трубки переросла в полномасштабную операцию. Также по плану меняю акустические провода. Да, но заодно выясняется, что у меня сырая шумоизоляция, вот эта вот, которая заводская. С водительской стороны, наверное, очень сырая. С пассажирской стороны сухо. Я думал, здесь будет прям вообще пипец, но здесь, оказывается, не все так страшно. Здесь сыра только вот в этой части, но это, скорее всего, могло так же набежать с водительской стороны, либо там с печки, когда я менял. Вот, заодно все-таки решил, ну, пока сидение снято, занимаюсь туннелем, просушить это все дело, потому что просто в прошлом году я сушил, когда въехал в очень глубокую лужу, где-то, наверное, вот посюда, и у меня все было просто сырое. Также вот уже разобрал багажник весь, уже начал менять трубку, заменил, точнее, здесь, уже провел, все, по сути, мне остается прокинуть ее в салон, но я не могу это сделать, потому что у меня лежит сидение. Кстати, самая основная проблема, почему я меняю трубку, не то, что она старая, а то, что вот в этом вот месте есть такие микротрещины, ну, и сейчас их на камеру, может, не особо видно, но вот они. Известно, это стало еще в августе, перед Граундедом прямо у меня начала спускать трубка, я начал шурудить, слушать, надувать, услышал шипение взятной части, снял пластик, и здесь у меня трубка, она была прям вся такая иссохшаяся, полопанная, благо она не вскучила, обычно бывают грыжи еще, но оно как-то в этот раз так непонятно. Наверное, это из-за того, что когда я обрабатывал пороги, цинкарь попал, и он как-то расплавил трубку, по-другому я как бы, ну, не знаю, из-за чего это могло произойти. Кстати, вырезал я сейчас уже шубу вот эту вот, отсюда вот этот кусок квадратный, на крыше сохнет, потому что это уже невозможно. Это просто не дело, я его аккуратненько здесь по туннельчику разрезал, чтобы было ровно красиво, и вот прям ровно квадратик, чтобы сюда ложился, его удобно. Сидение откинул, вытащил, просушил, надо будет обратно засунул. Пока чем-то обклеивать я не хочу. Так вот, также вчера заменил трубку, ну, все хорошо вышло, получилось, вот такая она синенькая, уже сутки у меня простояла машина в поднятом состоянии, не спускает. Но, к сожалению, выяснился тот момент, что на пассажирской стороне у меня, видимо, я поцарапал вчера трубку, ее как-то порвал, она начала жестко спускать. Но я уже связался с ежом, подгонят мне сегодня 5 метров или там сколько, 4,5 метра черной трубки. И так, прошло пару дней, уже начал собирать все обратно, потому что хочу сейчас поздно вечером съездить на мойку, все это дело почистить, отпылесосить, помыть и собрать на мойке, когда не будут уже людей. На мойке самоубслуживания, если что. Помыл, покрасил и смазал салазки. Такая красота получилась. Они теперь очень легко и тихо ходят. Также с пассажирской вон она там лежит. Сейчас я сюда вкорячу и все. Пока трубки в пассажирскую сторону у меня будут так, я говорил, что потом их уберу, как появится время, потому что уже завтра надо будет ехать. И нету на это времени, сейчас все приберу. Главное, я переднюю часть соберу, пока тоже без туннеля. Туннель у меня валяется, доработанный. Сегодня, кстати, я снял еще подлокотник с водительской двери. Вот эти вот обдувы ног задних пассажиров, которые идут вот так, все, они уходят в небытие. Потому что я говорил, они полностью бесполезны. Они с завода очень плохо работают, если не дорабатывать. И в нынешних реалиях они только прижимают ковролин, не дают там воздуху гулять, а как бы вы видели сами, что с ним происходит. Он сильно мокнет, очень плохо сохнет. И вот эта вся штука, она только усугубляет это дело. Кабо-файба, 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 кабо-файба. Продолжение следует... Продолжение следует... Настал тот день, когда я приехал за потолком, повторюсь, я перетягивал свой потолок с 11 в Алькантару, на сей раз в черную, до этого он у меня был в бежевой Алькантаре. Отдавал я еще это все дело на перетяжку месяца три назад, но так случилось, что произошел перец, произошел ремонт и все это дело порядком так затянулось. Сейчас сразу же попробую его накинуть, потому что иначе он тут будет некрасиво висеть, мешать очень сильно, возможно переломается. И попутно по каждому человеку, чтобы забрать, расскажу по коробке, что собственно я сделал. Поменял я маховик, потому что прошлый маховик у меня был от 8-клопа, соответственно родной, потому что у меня стоит 8-клопанный двигатель. Поставил сразу облегченный, отбалансированный, к нему поставил новый диск сцепления, пока что просто оригинальный заводской, купил в новом магазине отдельно. Булочную корзину тоже заводскую оригинальную купил на разборке за рублей 500, чтобы это все дело пока установить. И потом в следующий раз, когда я уже буду менять сцепление, поставлю нормальный диск сцепления и нормальную корзину. По коробке, по коробке, как вы видели, внешне я его отмыл, местами даже покрасил, покрасил кронштейн тросика и крышку 5-й передачи. Поменяли мы получается 5-ю передачу на более длинную, соответственно теперь у меня при более высокой скорости меньше обороты на 5-й передаче. Это есть хорошо для экономии топлива. Допустим ездить сейчас на море станет еще экономнее, чем было до этого. Хотя и так у меня расход 5-6 литров на сотку. По основным передачам у меня была проблема в чем? В чем и заключался весь ремонт? У меня отрыгнула первая, вторая и задняя передача. Причиной этому стало, развалилась муфта первой и второй передачи. Она была сделана из галимового просто порошка. Также я много запчастей купил в магазине. Там только запчастей этих передач выходило на 10 тысяч. Половину, точнее даже большую часть вернул. Купил уже в нашем любимом Краснодаре Горностая, потому что там реально на порядок дешевле. То есть с каждой передачи по 500 рублей дешевле это все вышло. Так вот, вернул муфту в магазине, потому что она была из говеного прессованного порошка или чего там. Короче надежды на это никакой, тем более с моими колесами. Хоть у меня до этого стояло, но вот она и развалилась. У механа в гараже, благо, была муфта нормальная, металлическая. Вот я у нее купил за 500 рублей. Мы ее поставили. Вроде как должно работать. Ну, всякая-то даже бушная деталь вызывает больше доверия, чем новая с магазина. Вот, купили новые шестеренки первой передачи, второй и третий. К ним поставили хорошие жирные синхронизаторы. Ну, опять же, повторюсь, муфта. Первая-вторая передача. Залил масло ZIG, по цифрам уже не помню, но в прошлом видео я вам показывал и на пролетах вы могли видеть. Также еще, кстати, поменял карданчик. Вот я заезжал на днях, подправлял карданчик кулисы, потому что он развалился. Я купил новый тогда, когда делали коробку за 700 рублей. Был там еще за 1200, но я что-то решил сэкономить. Как бы, ну, разницы там нет. Он у меня развалился, тем самым вот эти вот лтунные вставки, которые идут, ну, в крестовину вставляются. Они сидят в пластиковых втулках, а вот они, короче, провалились. Я не знаю, как это произошло. Выход какой? Просто поставили металлический подшипник в середину. Там есть пространство, потому что карданчик уже, он должен крутиться. И вот туда в середину мы поставили шарик. Это все дело замазали сверху еще дополнительно герметиком. Чтобы вот эти вот латунные пальцы, они, ну, проблема в том, что вот эта пластиковая херня раздалбливается, они провалятся внутрь, тем самым появляется сильный люфт. И вот чтобы они вовнутрь не провалились, вставили подшипник, а чтобы они наоборот не вывалились, хотя они вряд ли вывалятся, потому что пыльник сверху присутствует, он все равно промазан дополнительно герметиком, чтобы уж наверняка никуда ничего не делось. Цена и качество в магазинах, конечно, вообще дико не соответствует, и это очень сильно печалит. Вот, буквально вот только договорил, приехал, ну, человек, который перетягивал потолок. Быстренько мы его закинули, я его прикрутил, все встало хорошо, относительно без косяков. То, что висит датчик, это, не обращайте внимания, он уже давно сломан, но надо поменять, он сам по себе даже уже неисправен. Вот, плафон надо будет перекрутить, потому что у меня нет вот этих вот маленьких, средней длины винтов под него, а те, которые были, они слишком длинные, они упираются в крышу и, соответственно, вытягивают усилитель. Это, то есть, ну, неправильно. По стойкам везде все хорошо встало. Чуть-чуть своими кривыми руками надломил вот этот. Ну, он как бы, ну, нормально там сидит, но все равно обидно. Вот, везде под уплатитель. Встал в багажнике, четыре вот эти вот стойки его хорошо прям так окружили. Еще на потолок он у меня встанет, на клипсы, там, шесть клипс идет. Но это все уже позже. Ладненько. А сейчас я поехал заниматься уже другими делами. Субтитры сделал DimaTorzok Значит, было дело вечером. Сегодня переставлял машину и вспомнил, что нужно проверить бы щуп. Ну, масло в двигателе. Потому что я его давно очень не проверял, со всеми этими тюнячками, ремонтами уже просто забыл. Да и сильно я не газовал, думал, что что-то там у меня есть. Сунулся, а щуп просто вообще полностью сухой. Вечером решил подумать, съездить сразу же, купить масло. Купил успешно. Блин, на сдержинке не было масла, пришлось ехать на российскую. Заодно встретился с ежом. Поговорили так немного, закупил всякой мелочевки для потолка. Сейчас, наверное, может сразу прикручу. Кручу там 4 в самореза и там буквально 4 без стона. Заехал сейчас потом на российскую. Купил масло именно с Димой из Харченко. Пообщался у него на 5 тоже ночная смена. Как и уезжав, только в другом магазине. Все, короче, у нас работают в горностайе. То есть, ну, в нашем, так скажем, местом. Круглосуточном автомобильном магазине. Это, кстати, удобно. И цены там более-менее лояльны, как оказывается. Ну, думаю, для видео, конечно же, достаточно уже наболтал. В следующей серии у меня запланировано, опять же, грандиозные работы. Наверное, буду ставить. Ну, наверное, точно уже хочу поставить на весуху под кондиционер. Уже договорился, ну, почти что договорился это сделать на завтра. Также отремонтировать заднюю стойку, которая у меня просто неимоверно быстро спускает. И продолжу делать туннель. Надо будет купить грантовский туннель, его потрошить, снимать этот, отдавать снова в переделку. Все это занимает немало времени и немало, что важно, денег. Вот, а с финансами пока трудно, только устроился работать. И как-то так. Так что давайте будем проявлять активность. Я на YouTube, вы под роликами. Ставьте обязательно лайки, пишите комментарии. Делитесь везде этими видео, потому что я действительно стараюсь, стараюсь на монтаже. Думаю, вы заметили, что постоянно растет качество как и съемки, так и монтажа. Я потихоньку маленькими шажочками иду, и мне как бы без вашей помощи вообще никуда не справиться. Так что еще не забывайте подписываться на телегу, она всегда присутствует в описании. Также ставлю вот ее здесь. Ну, на этом все. Постараюсь выпускать видео почаще по машине и разбавлять их еще чем-то, наверное, в жизни. Как-никак влог. Ладненько. Всем до встречи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok